Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл беседы Евангелия от Иоанна. И сегодня мы с вами читаем 19 главу. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И мы видим, что это решение Пилат принимает в ответ на настояние народа. Пилат политик. И время Пасхи, время, когда люди вспоминают, как Бог избавил их из египетского рабства. Время политически напряженное. И Пилат думает, что не надо провоцировать, не надо побуждать народ к восстанию. Поэтому сделаем по воле народа. И мы видим, что Иисуса распинают по воле большинства, по воле народа. И это очень серьезное предостережение, как Священное Писание говорит в Ветхом Завете в притчах «Не следуй за большинством на зло». Люди склонны присоединяться к большинству. Люди склонны следовать за голосом толпы. Есть даже такое ошибочное выражение «глас народа – глаз Божий». На самом деле мы видим на этом примере, что это очень часто не так. И в самом важном из случаев человеческой истории это было точно не так. И мы не должны следовать за большинством. Войны, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багреницу и говорили «Радуйся, царь Иудейский!» и били его полонитом. Это проявление такой казарменной игры в царя, когда проигравший человек его облекали в шутовское царское одеяние и выполняли все его повеления в таком издевательском ключе, а потом предавали смерти. И воины играли в эту игру с осужденными. Это была такая насмешка, издевательство, попытка как-то разнообразить казарменные будни, насмехаясь над обреченным. Пилат опять вышел и сказал им «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и багренице, и сказал им «Пилат, се, человек!» Пилат предпринимает последнюю попытку спасти Иисуса и выводит его униженного, избитого, осмеянного к толпе. И, очевидно, им хочет показать «Ну, посмотрите, какой это жалкий человек! Зачем вам требовать его распятия? Давайте просто его отпустим с миром!» «Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали «Распни, распни его!» Почему это так? Почему они еще сильнее закричали «Распни, распни его?» Возможно, тут дело в том, что когда человек поступает несправедливо, он начинает ненавидеть тех, с кем он обходится несправедливо. Потому что ему надо быть уверенным, что люди, с которыми он так поступил, этого заслужили. Ему трудно покаяться, ему трудно вернуться. И когда они увидели, что Иисус избит, что Иисус унижен, что Иисус оплеван, они, наоборот, стали настаивать на том, что так и надо. Что он заслужил всего этого, что он заслужил распятие. Пилат говорит им «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудея отвечали ему «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим». Пилат вступает в препирательство с иудейскими властями, говорит «Возьмите его вы и распните, а вот я в нем вины не нахожу». Пилат был, как мы знаем из истории, был жестоким человеком, и ему было достаточно легко человека отправить на крест. Но здесь, возможно, в нем такая гордость римлянина, что не хочу я прогибаться под эти иудейские власти. Вот у меня я римлянин, у меня римский закон, по римскому закону я в нем вины не нахожу. Иудеи отвечали ему «Мы имеем закон, по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим». Причина, по которой должен умереть Иисус. Он сделал себя сыном Божиим. То есть его убивают за его свидетельство о себе, как о сыне Божием. Его не обвиняют ни в чем другом, как только в том, что он сделал себя сыном Божиим. И это напоминает нам известную трилемму, которую появляется у многих христианских писателей, что Иисус либо Бог, либо безумец, либо злодей. И мы можем либо поклониться ему, как Богу, признать его тем, кто он есть. Либо отвернуться от него, как от безумца, либо убить его, как злодея. Но невозможно просто сказать, что Иисус это был такой учитель нравственности, который много всяких хороших вещей сказал, а потом его как-то непонятно за что распяли. Его распяли именно за то, что он свидетельствовал о себе, как о сыне Божием. Как о царе, которому принадлежит наша безусловная преданность. Ему нельзя дать какого-то другого ответа. Мы либо покоряемся его слову, либо нет. И люди, которые выбрали не покоряться его слову, они идут до конца, не хотят его убить. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, имею власть отпустить тебя? И Пилат, конечно, удивляется, потому что он, может, даже обижен, говорит, ну, я же пытаюсь его спасти. Я же пытаюсь, я вот тут вступаю в препирательство с людьми, которые добиваются его смерти. Почему ты мне не отвечаешь? Я имею власть. И Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. И Иисус говорит, что ты не имел бы власти, если бы не было дано свыше, то есть от Бога, что в смерти Иисуса совершается Божий замысел. С этого времени Пилат искал отпустить его. И иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг Кесарю, всякий, делающий себя царем, противник Кесарю. Пилат хочет отпустить Иисуса, но иудейские власти, они настаивают, на чем они его подлавливают. Они говорят, а мы на тебя напишем донос Кесарю и скажем, что ты упустил человека, который делал себя царем, который через то, что он делал себя царем, он, соответственно, противник Кесарю. Потому что цари могут быть только под Кесарем. Если ты хочешь быть царем, как было принято в то время, человек должен был совершить путешествие к Кесарю в Рим. И там, в Риме, встретиться с Кесарем лично, лично от него получить позволение быть царем и лично ему присягнуть. А человек, который себя сам делал царем, он, естественно, рассматривался как угроза порядку, как враг Кесарю. И Пилат понимает, что это не так все. Но он также понимает, что Кесарь сидит в Риме. Ему это объяснить будет невозможно. И Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, называемое Лифа-Стротон, а по-еврейски Гаввафа. То есть Пилат решил, что он не хочет себе неприятностей. Он понимает, что Иисус невиновен. Он сам об этом говорит. Но он не хочет себе неприятностей. Он понимает, что его выставят сейчас в черном свете перед начальством, и он решает предать Иисуса на смерть. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифа-Стротон, по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой. И сказал Пилат иудеям, «Се, царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». И мы видим, как первосвященники, живая уничтожить Иисуса, отрекаются уже и от Бога, говоря, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Потому что царем для богочестивых иудеев, конечно же, был Бог. И он так и назван в Ветхом Завете царем. А первосвященники отвечают, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Это не значит, что они Кесарю преданы. Это значит, что они просто хотят любой ценой уничтожить Иисуса. И вот человек, который говорит Иисусу «Нет», который отказывается признавать его Богом, он неизбежно это его решение десерминирует все его остальные решения. В частности, первосвященники уже доходят до отречения от Бога. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Римляне заставляли осужденных нести крест на спине, горизонтальную перекладину от креста, чтобы человек, который бросал вызов римской власти, был сагбен и показывал, что теперь он вынужден склониться под властью Рима. Там распяли его и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было, Иисус Назарей, царь иудейский. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский. Но что он говорил, я царь иудейский, Пилат отвечал, что я написал, то написал. Мы знаем, что сейчас до сих пор в церкви на верхнем перекладине креста написано ИНЦ, Иисус Назарей, царь иудейский. И, видимо, Пилат написал эту надпись, желая досадить иудеям. Они дожали его до того, что он отправил на крест Иисуса, чего он первоначально не хотел. Он сделал это, скрипя зубами. И для него это, видимо, не было желанием именно спасти невиновного. Это было желанием показать свою власть. Захочу помилую, захочу казню. И он, пытаясь как бы отыграться, пишет вот эту обидную для них надпись, которая им не нравится. Но при этом получается, что он невольно пророчествует. Он невольно свидетельствует истину. Пилат не верит в истину. Но он, написав эту надпись, что Иисус есть царь иудейский, он невольно против своего желания свидетельствует истину. Пилат отвечал, что я написал, то написал. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды, его разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшит, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины». Это цитата из 21-го Псалма, где подробно описывается распятие. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались». И далее говорится, «Пронзили руки мои и ноги, а они смотрят и делают из меня зрелище». И вот этот Псалом осуществляется здесь и осуществляется в деталях. То есть мы видим в этом Псаломе пророчество. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. И Иисус, увидев Матери, ученика тут стоявшего, которого любил, говорит Матери Своей, «Жена, се, сын твой». Потом говорит ученику, «Се, Матерь твоя». И с этого времени ученик взял ее к себе». Здесь упоминание Марии, Матери Господа. И Иисус говорит ученику, очевидно, Иоанну, «Се, Матерь твоя». И в лице Иоанна эти слова обращены ко всем нам. Одно из библейских мест, на которых основано почитание Матери Божией в Православной Церкви, это вот это, где Иисус говорит о том, что Матерь Его, Пресвятая Богородица, она Матерь ученику, которого он любил, то есть непосредственно и Иоанну, но также и всем нам. После того Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на Иисо, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Это слово «совершилось», оно может означать в греческом языке «тет листей» оплачено или закрыто. Когда у человека была долговая расписка, и он выплачивал весь долг, или ему прощали этот долг, так или иначе, это аннулировалось, а поперек расписки писали «тет листай», оплачено, закрыто. И в послании колоссианам упоминается рукописание, бывшее против нас, которое разодрал Христос. И вот это рукописание наших грехов, оно закрыто. Оно аннулировано, когда Христос умер на кресте. Его спасительное служение совершилось в том плане, что его искупительная смерть искупила наши грехи. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Перебить голени был способ ускорить смерть человека на кресте, поскольку распятый человек должен был глотать воздух, приподнимаясь на пробитых конечностях. И эта казнь была устроена таким образом, что человек постоянно дергался. Он не висел спокойно на кресте, он постоянно дергался, чтобы глотнуть воздуха. И даже если он не хотел этого, у него непроизвольно происходило вот это дергание, которое выглядело чрезвычайно унизительно, над которым насмехались палачи, и чрезвычайно все это выглядело отталкивающе и жутко. И если человеку перебивали голени, перебивали ноги, он провисал, он не мог уже глотнуть воздуха и задыхался. И это ускоряло его смерть. И вот пришли воины перебить голени. У первого перебили голени, у другого распятого с ним. Но придя к Иисуса, как увидели его уже умершим, не перебили в него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра и тотчас и стекла кровь, и вода. Это значит медицински, что к тому времени Иисус был мертв, и это современные медики знают, но это также имеет определенное богословское значение, то есть вода крещения и кровь, которая символизирует Евхаристию, кровь Христа, пролитую за нас. «И видевший засвидетельствовал и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». То есть речь идет о том, что кость жертвенного агнца не сокрушится. Также в другом месте Писание говорит, «возряд на того, которого пронзили». Это Захария, 12 глава, 10 стих, где говорится о том, что весь народ воззрит на того, которого пронзили, и будут плакать о нем и рыдать о нем, и скорбеть о нем. Тот, которого пронзили, это Иисус Христос. «После сего Иосиф из Римофеи, ученика Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса». Иосиф из Римофеи, тайный ученик Иисуса, проявляет в этом отношении определенную необычную для всех остальных преданность, искреннюю преданность. Он понимает, что ничего от Иисуса не получит, что Иисус не воцарится уже в Иерусалиме как царь, что он не сможет получить за свою службу какие-то преференции в этом земном царстве, потому что земного царства не будет. Иисус мертв. И Иосиф решает оказать ему последние почести, сделать хотя бы то, что можно для него сделать, похоронить его с почетом. И он приходит к Пилату достаточно явно, он уже не боится, что его раскроют как ученика Иисуса и просит его тело. Пилат позволяет. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из мирный и алоэ литр около ста. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленными с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад и в саду гроб новый, в котором никто еще не был положен. Гроб, то есть высеченная в скале гробница, высеченная в скале пещера, как погребали в то время. Там положили Иисуса ради пятницы иудейские, потому что гроб был близко. История погребения, она признается учеными достоверной, в том числе неверующими учеными, частью неверующих ученых, из-за того, что Иосиф был членом Синедриона, он был членом Верховного судилища иудейского. У апостолов были плохие очень отношения с Синедрионом. Синедрион приговорил Иисуса к смерти, Синедрион преследовал апостолов. И вот, если бы церковь просто выдумала этот рассказ, то положительным героем ни в коем случае не стал бы член Синедриона. Но мы видим, что Иосиф из Аримафеи, член Синедриона, он выступает как человек, который проявляет последнюю верность по отношению к Иисусу. И это указывает на то, что этот рассказ не мог быть выдуман. Это так на самом деле. Это действительно был член Синедриона, который обратился к Иисусу Христу. Это, конечно же, указывает на то, что любой человек на любом месте принимает решение сам за себя. Он был член Синедриона, сообщество, которое в целом было очень враждебно к Иисусу, но он стал его учеником. И мы видим здесь, как Господа похоронили в пещере, и на этом бы история христианства закончилась бы, не начавшись. Ученики бы поплакали и вернулись бы к своей обычной работе, а про Иисуса никому не было бы известно, его бы просто забыли, как еще одного человека, которого распяли римляне. Римляне распяли много людей. Но произошло нечто, что совершенно переменило жизнь апостолов и всю мировую историю, и жизни множества людей и переменяет до сих пор. Но об этом уже говорится в следующей главе. А мы дочитали 19 главу Евангелия от Иоанна, и мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.